Вернут или не вернут обязательства по установке системы Аэроглонас. Это сегодня заботит хабаровских автомобилистов. В начале недели полпредпрезидента Юрий Трутнев заявил о намерении правительства России продлить еще на один год особые правила для дальневосточников. Наши корреспонденты выяснили, повлиял ли как-то временный мораторий на местный авторынок. Репортаж Анастасии Привецкой. Вот кнопка Аэроглонас, наша любимая кнопочка. Мы тогда по-прежнему на юридице ставим. Любимая это, конечно, в переносном смысле, уточняет продавец машин. Этим бизнесом он занимается 30 лет. В прошлом году рынок заметно тряхануло. С 2017 года иномаркам, которые не оборудованы кнопкой экстренного вызова, запретили пересекать российскую границу. Поддержанные японки без эры Глонас скопились на таможне. Ситуацию спас временный мораторий, который ввели для дальневосточников. Никто нас не слышит. Сегодня на Хабаровском авторынке из 20 машин лишь в одной нашли кнопку Глонас. И то нерабочую. На увеличение продаж по наблюдениям автодилеров снятие ограничений не повлияло. Но если кнопку снова заставят устанавливать, это точно повлияет на сокращение продаж только что ввезенных иномарок. Люди воспринимают просто неадекватно. То есть всех за то, чтобы осталось так же, как и было. То есть без Глонаса. Потому что никто не хочет платить дополнительные деньги при растаможке автомобиля. За год система подорожала почти на 10 тысяч рублей и сейчас стоит 30 тысяч. На этой неделе полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о намерении правительства продлить особые правила для дальневосточников еще на год. По данным Интерфакса, вице-премьер сослался на многочисленные просьбы жителей. Снятие ограничений касается машин, которые приобретаются для собственных нужд, а не для работы. Правда, оператор системы, по данным федеральных СМИ, официальных документов о продлении временного порядка пока не получал. Автомобилисты замерли в ожидании.